Проект «Дети прошлого, детям будущего» основан на вызове чувств патриотизма за наших предков, жителей Вологодской области, заслуживших право гордиться ими. Он объединил 200 человек со всей Вологодщины, в том числе и из Великоустюгского округа. Стартовал проект с патриотического задания для школьников, эссе, записанного благодаря живому общению детей с близкими, которые смогли рассказать свою или пересказать историю семьи. Выражаем огромную благодарность за предоставление сборников рассказов об истории родного края, о героях, живших во время Великой Отечественной войны. Материал, размещенный в сборнике, имеет большую ценность ввиду того, что позволяет изучить детям историю наших земляков на примере реальных рассказов, записанных со слов очевидцев и их родственников, о страшных событиях той войны. В сборник вошли 9 рассказов, собранные детьми из Великоустюгского округа. Каждый рассказ содержит QR-код, ссылку на эту историю в официальном сообществе книги, где можно познакомиться с другими материалами, послушать аудиозаписи и посмотреть сюжеты, снятые по материалам рассказов. При подготовке эссе юные волокжане окунулись в историю родины через сохранение памяти своей семьи. Вот о чем пишет Глеб Замарая в своем рассказе, ученик школы номер один. Воевать уходили все. Мужчины самых разных возрастов, подростки, подделывающие год рождения для того, чтобы их взяли на военную службу. Женщины, которые оставались одни в полуразрушенных городах и вместе с детьми работали на фабриках и заводах, заслуживают отдельного уважения. Много подростков, никому не говоря, уходили в партизаны. В тылу люди умирали от слабости на рабочих местах, потому что работали без остановки и отдыха. Каждый по-своему внес вклад в эту победу. Мы не должны забывать о наших героях. В этой войне сражались и мои герои, мои прадеды. Я помню о них. Я горжусь своими прадедами. Совсем скоро сборник «Дети прошлого, детям будущего» появится и во всех библиотеках Великоустюгского округа, где любой желающий сможет прочесть рассказы детей-педагогов и отдать дань памяти героям. Оксана Митинева, Антон Карев, Телеканал «Русский Север». Спасибо. 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 Спасибо.